Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. От ВИЧ-инфекции до пожарной безопасности в городе прошел единый день информирования. Кибербезопасность, наверное, самый такой основной вопрос, который был интересен для коллектива. Какие еще вопросы волнуют рабочих? Без узоров на стекле белорусскую незамерзайку изготавливают на заводе биотехнологий. Мы постоянно увеличиваем выпуск омыватель, расширяем ассортимент. Что предлагают автомобилистам? С миру по нитке. В Бобруйске собирают гуманитарную помощь для беженцев. Теплые вещи, постельные принадлежности, одеяло, подушки. Где найти пункты приема. А также необычный вор, страховой фонд и бустерный препарат. Минздрав разъяснил правила ревакцинации от коронавируса. Когда можно сделать дополнительный укол? От медиакультуры до киберпреступности в Бобруйске прошел единый день информирования. Ведущая тема – осознанное потребление в интернете. Больше 80% белорусов регулярно читают новости в соцсетях и часто попадаются на уловки. Подробности у Карина Гуревич. Единый день информирования – традиционный повод встречи рабочих и представителей госструктур. В зале сотрудники «Красного пищевика». На повестке «Медиакультура». 85% белорусов – активные пользователи интернета. И в частности, соцсетей. Причем люди не только смотрят фильмы и общаются, но и читают новости. Не всегда достоверные. С каждым днем мы видим расширение интернет-пространства, в том числе переход СМИ в интернет. И здесь возникает целый ряд вопросов и проблем, которые необходимо решать. То есть это безопасность СМИ, это чтобы интернет не имел такого влияния, скажем так, негативного и на жизнь человека, и на жизнь его близких, в том числе, особенно детей. Еще один не менее важный вопрос – кибербезопасность. Его обсуждают с коллективом автобусного парка номер два. Преступления в сети фиксируют чуть ли не ежедневно. Причем жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и молодежь. Сомнительные ссылки – звонки в Вайбер, сообщения в мессенджерах. Запомните раз и навсегда, сотрудники банка, других организаций никогда не будут звонить по мессенджерам и говорить, что с вашего счета проводят сомнительные операции. Это что касается сотрудников банка. В банковских организациях данная операция проходится все на автоматическом режиме, и сотрудники банка это не отслеживают. Встреча с коллективом проходит и в детском санатории «Радуга». Разговор, как всегда, откровенный. В ряду вечно актуальных вопросов – дети, их здоровье и безопасность. Сегодня мы отдельно рассматривали вопрос по гибели несовершеннолетних от внешних причин, поскольку ситуация такова, что пора обращать внимание на отдельные вещи и привлекать внимание общественности к заботе о здоровье, о своих детях, ну и о собственной безопасности в том числе. Не менее важная тема – ВИЧ-инфекция. 1 декабря – день борьбы с вирусом. На учете находится свыше 700 бобруйчан. Только за 2021 зарегистрирован 61 случай. Две трети заразились половым путем. Поэтому поднимать такие вопросы во время встреч с коллективами, отмечают горожане, крайне важно. Практиковать их надо, чтобы народ и люди, и работники это могли слышать. Кибербезопасность, наверное, самый такой основной вопрос, который был интересен для коллектива. Пожарная безопасность – казалось бы, очевидная вещь, но о ней часто задумываются только в момент беды. В современном доме ЧП может случиться не только на кухне у пледы. Несправная проводка, зарядка телефона, микроволновка, холодильник, телевизор – все это потенциальные поджигатели. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Вернулся на место преступления. Сотрудники департамента охраны задержали необычного вора. Инцидент случился в Осиповичском районе. Ночью в одном из магазинов сработала сигнализация. Милиционеры следов взлома не обнаружили. Их внимание привлекла рядом стоящая лестница. Используя стремянку, нарушитель забрался на крышу, оттуда, выломав чердачное перекрытие, проник вовнутрь. Украсть фигурант так ничего и не успел. 51-летний уроженец Казахстана ранее неоднократно судим и находился в розыске. Плюс, несколько лет назад мужчина уже обворовывал этот магазин. Страховой фонд, ограниченный рейс и ледяная корка в стране фиксируют первые гололедные травмы. Как избежать падения и переломов? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белавия прекратит принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии из Ташкента в Минск. Накануне белорусский перевозчик перестал брать жителей Афганистана на рейсы из Турции. Решения последовали вслед за обвинениями о причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь. К слову, Ирак эвакуировал из Минска около 300 беженцев, которые захотели домой. В Беларуси завершается закладка стабилизационных фондов плодовощной продукции. Страховой фонд в межсезонье позволит сдерживать рост цен на продукты и избежать спекуляций на рынке. А еще защитит самых уязвимых потребителей – детские сады, школы и больницы. Продовольственная безопасность Беларуси – вопрос номер один. В стране могут запретить розлив пива в Пэт-Тару более одного литра. Аргумент – это снизит образование отходов из пластика и позже окажет положительную динамику негативного воздействия от выбросов в атмосферную среду. Обсуждение на национальном правовом интернет-портале пройдет до 28 ноября. Свои замечания и предложения может высказать любой желающий. Первый гололед становится причиной повышенного травматизма. Дождливая погода и небольшой минус способствуют появлению на дорогах и тротуарах ледяной корки. Медики рекомендуют уменьшить прогулки по улице в гололед, а также обратить внимание на потенциально небезопасные места. Следует отказаться от высоких каблуков и отдать предпочтение хорошей рифленой подошве. Передвигаться лучше медленными короткими шагами. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1844 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 634 731 человек. Минздрав разъяснил правила ревакцинации от коронавируса. Эта процедура одобрена Республиканским экспертным советом по иммунизации. Вводить бустерный, то есть дополнительный препарат, а именно спутник лайт, можно через 6 и более месяцев после первичного курса, во время которого была использована прививка любого производителя. Бустерная вакцинация рекомендована пациентам от 18 и людям старше 60, медикам, работникам соцобслуживания и тем, кто перенес COVID-19. Зима на пороге. Уже на следующей неделе в прогнозах снег, дождь и минсовая температура. Готовиться к холодам специалисты рекомендуют заблаговременно. Автомобилистам самое время переобуть свои машины и залить незамерзайку. Главное – безопасную. Так чем грозит товар, купленный на обочине? Ответ у Ольги Васенда. На заводе биотехнологии вовсю кипит работа. К изготовлению незамерзайки специалисты приступили ещё в августе, когда белорусы боролись с жарой. Отсюда зимний стеклоомыватель отправляется на прилавки магазинов и заправок по всей стране. Линия по производству кругозора здесь запущена ещё в 2005-м. Продукция от минус 5 до минус 55 градусов. Разграничили стеклоомыватели по разным цветам. Минус 15 у нас жёлтый, минус 20 – синий, минус 25 – зелёный, минус 30 – красный. Чтобы и при отгрузке, и при выгрузке не путаться. Ну и плюс на полках магазинов он смотрится намного приятнее, чем одинаковый синий цвет. Процесс производства нелёгкий. Начинается всё с оформления купажной карты, после идут добавки, замешивается состав. Тем временем формируется упаковка. Заготовки для будущей тары помещаются в раскалённую печь, где температура выше 130 градусов. После выдува – розлив. Затем продукция отправляется на склад. Товар здесь хранится не более трёх суток. Мы постоянно увеличиваем выпуск омывателя, расширяем ассортимент. Так как наш омыватель делается из собственного сырья, поэтому у нас есть возможность сделать продукт недорогим и хорошего качества. Бобруйская незамерзайка пользуется спросом и за рубежом. Экспортируется в Казахстан и Украину. Завод биотехнологии – поставщик стеклоомывателя для таких крупных компаний, как «Газпромнефть» и «Беларусьнефть». Все товары проходят обязательный контроль качества. В этой лаборатории проверяют на безопасность собственную и импортную продукцию. Чаще всего именно в российской омывайке обнаруживают превышение запрещенного метилового спирта. Стеклоомыватели, которые мы производим, очень хорошего качества, превышений ни по каким показателям у нас не бывает, полностью соответствуют стандарту Беларуси. Завод биотехнологии специализируется также на производстве средств для розжига, добавок для защиты растений, антифризе и знаменитом антисептике «Чистые ручки». Цены у производителя демократичные. Стоимость на незамерзайку зависит от объема и температуры. Псилитровая бутылка до минус 25 градусов обойдется в 10 рублей, от 5 ниже нуля – в 6. Этикетка – самое первое, на что стоит обратить внимание. Состав качественной незамерзайки, как правило, входит этиловый или изопропиловый спирт. Вода, пав, красители и отдушки. Проверьте также дату изготовления и срок годности. Недобросовестные производители за основу чаще всего берут запрещенный метанол. Поры этого спирта могут привести к головокружению, слепоте, расстройству нервной системы или даже к смерти. Отличить его от чистого этанола без проведения лабораторных исследований практически невозможно. Поэтому прежде чем купить дешевую стекломывающую жидкость с обочины, стоит еще раз подумать, оправдана ли сомнительная экономия. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Кто чем может, организации «Красного креста» собирают гуманитарную помощь для беженцев на белорусско-польской границе. Пункты приема в Бобруйске расположены в Ленинском и Первомайском районах. На социалистическую 76 вещи первой необходимости можно приносить с 10 до 15. На проспекте строителей 60, добродетели ждут с 15 до 19. Мигранты нуждаются в продуктах, медикаментах, одежде. Теплые вещи, постельные принадлежности, одеяло, подушки, продукты питания, которые длительного хранения. И данный груз будет аккумулироваться здесь. Первая машина с грузом вскоре отправится в Могилев. Оттуда прямиком на границу. К слову, к сбору гуманитарной помощи подключилась буквально вся страна. Предприятия, организации, общественные объединения, силовые структуры и просто неравнодушные. Только за неделю Красный Крест передал мигрантам тысячи теплых вещей, 30 тонн продуктов и 7 тонн воды. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»